всем привет меня зовут арисович роман и сегодня мы поговорим про то как делать современные в приложения без бэкэнда ну или почти без бэкэнда информации много я буду пользоваться подсказками все нормально прежде чем мы начнем я предлагаю ответить на вопрос зачем зачем делать приложение без бэкэнда я буду рассказывать на протяжении всей всего доклада сейчас хочу рассказать зачем вообще я решил сделать этот доклад свое время мне и моей команде нужно было сделать выбор стек технологий который будет заложен в основу нового проекта у нас был список требований и огромный выбор технологии на определенном этапе мы решили минимизировать бэкэнд приложений или полностью от него избавиться тогда было было много мнений о том возможно это сделать или в принципе жизнеспособна ли это идея появлялись публикации о том что кто-то пробовал и у него не получилось или пробовал но не понравилось в итоге перед нами стоял очень тяжелый выбор стоит ли это вообще пробовать и делать сейчас я хочу вам много облегчить жизнь показать что такое такая архитектура реально мы построили реальный проект который сейчас работает и работает хорошо также хочу поделиться опытом реализации такого решения и но обязательно рассказать про наши фейлы которые мы поймали на пути реализации приложения и еще про тонкие детали которые вы не найдете в документации даже документация гугла она считается достаточно хорошей но мы с ними столкнулись уже когда глубоко погрузились в эти инструменты для начала кто мы мы это небольшая команда которая создала стартап графит если в двух словах это как фигма но на выходе мы получаем код мы упростили и ускорили процесс создания сайтов раньше дизайнеры создавали дизайн своих любимых инструментах раньше это был photoshop потом на смену к нему пришла и люстра и скетч и сейчас на рынке доминирует фигма раньше но дизайнеры делали макет этих инструментах отдавали макет верстальщику который обычно верстал не так как хотел дизайнер и начинался долгий процесс справок мы же предлагаем привычный дизайнеру интерфейс графического редактора но на выходе он может получить код я думаю что лучше всего нас описал комментарий на продукт ханте и он звучал так если бы у в флоу и фигмы был ребенок то он назывался бы графит достаточно лестный комментарий понимая что это графический редактор и алгоритмов и бизнес логики в проекте будет очень много мы изначально хотели сделать тонкий сервер и толстый клиент план был следующим чем больше пользователь работает сервисом тем больше он платит за ресурсы своей системой они рисуют они используют ресурсы нашего сервера то есть нам сразу понравилась идея убрать нагружку нагрузку с наших серверов и переложить ее на компьютеры пользователей мы начали искать готовые решения и в принципе их на рынке достаточно много это тоже amazon google cloud microsoft мы несколько протестировали и выбрали фарбейс фарбейс это настройка над google cloud можете поднять руки кто работал с фарбейсом оставьте руки кто кому понравилось ну уже неплохо ok предлагаю сразу к цифрам в апреле этого года мы вышли в релиз и это почти не стало фэйлом суть том что перед релизом мы решили как все нормальные люди провести тестирование на реальном трафике и эту задачу как трушный стартап мы сделали на коленке все кого нашли в офисе мы попросили попробовать наше приложение мы даже нашего повара попросили протестировать наше приложение всех наших знакомых появилось но набралось примерно 50 человек они зашли потыкали приложение и все было хорошо на релизе мы не мы не ожидали запускать большую рекламную кампанию поэтому большого трафика не ждали и вот наступает день x мы выходим в релиз мы публикуемся на продухант и так случается что мы становимся сначала лучшим продуктом дня потом лучшим продуктом месяца и получаем достаточно много трафика в первый же месяц мы получили трафик 6000 человек они совершили в конструкторе больше 250 тысяч действий чем это действие не обычный клика это какое-то существенное действие например за работа с базы данных запись или чтение с базы данных или регистрация нового пользователя то есть это действие которое совершает какую-либо работу и в итоге самое интересное мы за весь этот трафик за месяц работы заплатили все 129 рублей это не тысяч это именно рублей за использование всей архитектуры всего хостинга всего хранения файлов и так далее при этом приложение ни разу не упало то есть к этим плюсом плюсом стоимости можно еще добавить производительность и масштабируемость мне кажется это достаточно весомые аргументы чтобы можно было поговорить про архитектуру которую мы использовали как я уже говорил мы выбрали firebase свою очередь он состоит из множества частей и сейчас мы поговорим про 5 основных из них это авторизация база данных хостинг системы хранения и облачные функции авторизация как казалось бы самый банальный обычный функционал который каждый я думаю фронтендер делал по несколько раз и в итоге он на каждом новом проекте просто берет копирует код который был на прошлом проекте firebase предлагает решение которое значительно прощает жизнь готовый модуль авторизации есть два варианта его использования с готовым интерфейсом или с полной стилизацией под свой вкус в любом из вариантов есть множество права провайдеров которые подключаются объединяются удаляются всего парой строк кода для начала в mvp мы можем взять авторизацию через логин и пароль а в продакшене например когда уже будем выходить можем добавить авторизацию через google twitter или даже по номеру телефона по sms ком если у вас специфичный заказчик нам например приходило таким заказчиком сбер и они требуют авторизацию через их сервис firebase позволяет реализовать свой провайдер и кастомизировать полностью решение здесь я думаю что одним из главных плюсов авторизации все-таки можно назвать ее стоимость но помимо того что она может работать как отдельно без firebase можете просто взять этот модуль использовать в своем проекте всю остальную экосистему взять от другого сервиса но вы практически не платите за нее авторизация является полностью бесплатной если только вы не используете провайдера по sms это если у вас только трафик повышает 1000 sms в месяц тогда вам за нее придется платить дальше с авторизация достаточно все понятно и просто я предлагаю смотреть что-нибудь более интересное это базу данных вообще firebase есть две базы данных первая это firestore и вторая это realtime database 3 появилась раньше у нее достаточно специфичная область применения у самого google и угла есть форма которую вы отвечаете на вопросы и она помогает вам выбрать базу данных на вопросы наподобие того хотите ли вы использовать удовольствие от работы с базой данных или хотите чтобы ваша данная база данных масштабировалась если вы отвечаете да то google вам предлагает использовать firestore как раз поэтому я думаю что стоит с новинством firestore и дальше говорить о ней быстро по плюсам пройдусь который предлагает firestore по сути ну первым плюсом это является гибкость это в лучших традициях документоориентированных баз данных мы можем взять любой json который мы собирали на фронте и запихнуть его в саму базу данных не валидируя ничего баз данных поддерживать форматы number string object почти все что есть в обычном джейси единственное что она не поддерживает undefined но зато в одном поле документа можете создать новую коллекцию и создавать вложенные коллекции друг друга и делать наподобие матрешки функционал второе обновление в реаль в режиме реального времени это наверное тренд прошлого года когда началась вся эта история с коронавирусом и люди начали везде максимально дать коллаборацию где только можно и нельзя здесь официальная библиотека firestore позволяет нам из коробки использовать обновление в режиме реального времени мы подписываемся на какие-то данные у нас вызывается коллбек когда эти данные поменялись чуть позже мы посмотрим это на примере поддержка оффлайн режима здесь есть прям целая история которую готов рассказать сейчас вообще мы узнали про этот про этот функционал практически случайно ну мы как обычный стартап взяли инструмент решили его попробовать только потом читали документацию я думаю что многие так делают надеюсь по крайней мере в общем в тот момент когда мы собрали mvp нас попросили выступить на небольшой конференции чем просили нас выступить наши инвесторы и отказаться было тяжело как вы понимаете так получилось что помещение которое для нас подготовили оно было или не очень удачным или с админ не старался но у нас были очень большие проблемы с интернетом перед нами выступало несколько человек показывали презентации и все из них испытывали боль и страдания и когда доходит наша очередь мы уже были готовы испытывать те ту же боль и те же страдания но происходит чудо проект работает идеально мы ничего не делали дополнительно для обеспечения оффлайн поддержки все работало из коробки правда проект все равно упал белый экран но это вообще не зависело от интернета это было mvp а вот интернет как раз нам не доставил вообще ни одной проблемы я думаю что нужно сказать что firebase рассчитан также на мобильных разработчиков эта функция в первую очередь интересно на разработчиков мобильных приложений или расплатформенных приложений но если даже вы делаете обычный сайт то вам стоит позаботиться о людях которые начали пользоваться вашим сайтом и зашли например в лес какой-нибудь и им тоже хочется продолжить пользоваться сайтом у вас firebase дает это из коробки масштабируемость надо помнить что вся эта архитектура построена поверх google серверов и поэтому вы автоматически получаете репликацию ваших данных на нескольких серверах в разных точках мира с вашими данными скорее всего ничего не случится давайте посмотрим на пример того как работать с этой баз данных здесь пример добавления нового документа в коллекцию берем обычный бд объект из коллекции firebase указан в какую коллекцию хотим добавить данные и записываем туда любой объект в итоге мы получаем promise который возвращает нам айди и данные которые мы записали в базу данных здесь простой и понятный интерфейс и всего пару строчек кода давайте посмотрим другой пример чтения из базы данных здесь немного сложнее здесь как раз показан пример от того как мы можем подписываться на изменения мы вызываем здесь определенную функцию перед нами и callback callback будет всегда возвращаться когда данные на которые мы записались в данном случае док мы передали туда айди нашего документа когда что-то поменялось в этом документе мы уже мы получаем новые данные и можем сразу же обновить наш интерфейс также можем получать несколько данных в принципе хоть всю коллекцию отличие от прошлого примера здесь заключается в том что мы получаем массив они одни данные звучит слишком хорошо так никогда не бывает когда он кто так рассказывает то стоит задуматься что есть определенные минусы в принципе в каждой технологии я предлагаю здесь рассмотреть одну статью которая свое время была популярна на medium она звучала как firebase чуть не убил мой стартап я выписал основные проблемы которые затрагивали статьи и сейчас мы с вами их обсудим первая проблема это нормализация базы данных звучала она так сначала все было хорошо мы сделали прототип но потом решили нормализовать данные и у нас начались большие проблемы пришлось писать сложные запросы дублировать данные и усложнять логику вторая проблема звучала как тяжело разрабатывать тестировать проект деф-режиме чтобы вы понимали автора этой статьи его команда использовали один проект firebase у них была одна база на всю команду когда какой-то разработчик разрабатывал функционал и записывал базу данных документ не валидный них падала база данных основе с работы всего приложения это очень интересный подход в принципе но предлагаю начать разбор с первой проблемы она действительно существует и она действительно существует и когда мы пытаемся нормализовать данные но у этой проблемы есть достаточно простое решение которое мы в принципе и применили нам когда мы используем firebase firestore не нужна нормализация баз данных нам это решение далось непросто но когда мы отказались мы поняли все плюсы вообще стоит брать в расчет что это новый скейл база нового поколения и не стоит к ней применить не стоит не пытаться применять базы best практик с вас данных которые использовались раньше у нас проекте много сущностей это пользователи это активы которые они загружают это сайты которые они создают это файлы которыми они обмениваются и так далее и все эти сущности но если мы говорим про нормализацию надо хранить в разных коллекциях мы все их храним в одной коллекции это может подозвучать странно людей которые работали с postgres или mysql но на самом деле нам это решение далось нелегко мы долго о нем думали но сейчас мы очень рады что приняли это решение но мы принимали это не из-за того что нам нужно была нормализация из-за того чтобы работала коллаборация пару слайдов назад и показывал как работа коллаборация мы делаем подписку на одну из коллекций а представьте что у нас данные хранятся в двух коллекциях нам нужно сделать подписки на две коллекции с двумя синхронными коллбеками которые будут вызываться а представьте что в одной коллекции у нас есть внешние ключи которые ссылаются на другую коллекцию и данные второй приходят раньше тогда получается что они ссылаются на документ которого не существует если мы используем одну коллекцию то такой проблемы, в принципе, и нет. У нас всегда данные приходят пачкой, и мы всегда понимаем, что они актуальны, и мы можем их использовать. Вторая проблема. На самом деле, ну, если правильно все делать, она решается легко. Чтобы сохранить целостность данных, надо их валидировать. Для этого придумали разные типы и типизированные языки программирования, ну, или контракты, как сейчас модно делать. Но если вы хотите, в принципе, говнокодить, ну, в смысле, быстро разработать проект, то для этого Firebase предлагает эмулятор. Этот эмулятор полностью запускает на вашей локальной машине все сервисы Firebase, в том числе базу данных, хостинг, функции и так далее, и даже файлы. Все это хранится на вашей локальной машине, и вы не можете никак сломать базу данных вашему соседнему разработчику. Когда вы уже протестировали, функционал работает, вы можете его отправить в другой проект, и он будет запускаться в тестовой базе данных, но он уже будет вами протестирован. Думаю, что когда писала статья на Medium, просто Firebase эмулятор не вышел еще в релиз, и тогда они не могли им воспользоваться. Дальше. Дальше я думаю, что можно перейти к хостингу. Сейчас, в 2021 году, хостингом мало кого удивишь. Я думаю, что много сервисов есть, которые предоставляют его и предоставляют очень хорошо. Просто здесь он действительно очень качественный. Можно быстро пробежаться по преимуществам. Это SL-сертификат. Как только вы подключаете свой домен или используете стандартный, ваш сайт сразу доступен по HTTPS протоколу. Google сам выписывает вам сертификат. CDN. Помним, что это инструмент от Google, и у них сервера по всему миру. Поэтому мы из коробки получаем кэширование с хранением данных по всему миру. И вдобавок еще автоматическое сжатие лучшим алгоритмам, которые сам Google подобрал под ваш формат данных. Еще одна из интересных функций, которая позволяет делать секретные ссылки для проверки того, что вы выливаете в бой. Можно сделать релиз на секретный URL, протестировать его, запустить тесты, поиграться с ним. Если все хорошо, то просто выливайте этот релиз в бой, а секретную ссылку уничтожайте. Дальше. А, ну и основной плюс, что это все работает в одной экосистеме. И все запускается, в принципе, одной командой. Вы можете задеплоить и авторизацию, и все остальное с помощью одной команды в терминале. Напоминаю, теоретически уже, имея описанный функционал, мы можем создать приложение, в котором будет авторизация, полноценная база данных, и мы даже можем опубликовать его и сделать доступным в интернете. И все это без строчки бэкэнда. Мы еще не написали ни одной строчки бэкэнда. Чего нам не хватает? Я думаю, что большинству проектов в интернете не хватает хранения данных. Нам где-то, скорее всего, потребуется хранить данные, которые загружают пользователей. Даже если мы разрабатываем какой-то обычный функционал наподобие профиля пользователя, нам нужно где-то хранить аватарку или его фотографию. Для этого Firebase предлагает нам Storage. Предлагаю сразу на примерах разобрать преимущества сторожа, который предлагает Firebase. Здесь пример, в котором мы видим, что берем стандартный объект из библиотеки Firebase, создаем имя файла, который будет храниться на удаленном сервисе. Берем файл, который мы взяли из формы, который загружал пользователь, и передаем функцию, которую нам предоставил Firebase. И файл загрузился. Здесь на самом деле всего четыре строчки. Ну, с консоль-логом пять. Пять строчек, но выглядит просто. Под капотом здесь много чего реализовано. В первую очередь можно отметить, что работа с плохим режимом плохого соединения. Если вдруг пропал интернет, то загрузка остановится, а при появлении интернета она или автоматически продолжится, или автоматически начнется заново, если невозможно будет продолжить. Это все сделал за вас Firebase. Вам ни строчки кода писать не надо. И опять же, без строчки бэкэнда. Дальше. Загрузка файла. Скачаемого файла, в принципе, так же легко реализуется, как его загрузка. Мы указываем адрес, который мы хотим получить, и получаем ссылку, по которой мы можем ее загрузить. Выглядит просто, но опять же, под капотом происходит много чего. Так как это все находится в одной экосистеме Firebase, то здесь мы можем настроить очень тонкие правила, правила скачивания. Если мы синхронизируем сторож с авторизацией, то мы можем ограничивать скачивание файлов для определенных пользователей или для группы пользователей, что в принципе достаточно хорошо. Еще из плюсов можно здесь отметить, что этой технологией пользуются Spotify и Google Photo. По заявлению самого Google, если вдруг ваш стартап станет популярным, то хранилище позволит вам вырасти до XC-byte данных. Они готовы предоставить такой запас свободного пространства. Что же дальше? У нас, в принципе, уже есть полноценное приложение, в котором есть бизнес-логика, авторизация, база данных, файловое хранилище. Оно загружено на хостинг и работает оно как в онлайн-режиме, так и в оффлайн-режиме. И при этом мы до сих пор не написали ни одной строчки бэкэнда. Что нам необходимо для полного счастья? Для полного счастья нам все-таки бы хотелось иметь возможность, когда нам это понадобится, написать немножко бэкэнда. И Firebase это позволяет сделать. Для этого есть облачные функции. Есть операции, которые мы не можем делать чисто на клиенте. Например, когда мы делаем оплату. Мы не можем подтверждать оплату через пользователя, потому что это было бы странно. Нам нужна именно облачная функция, которая бы проведет в обход клиента подтверждение оплаты. Также предлагаю сейчас посмотреть на конкретных примерах, как это работает. Самый простой и самый понятный вариант использования это вызов через HTTP запрос. Когда мы объявляем так функцию, то у нас автоматически появляется роутер, который будет называться так же, как называется функция, при этом он будет вызываться по... он будет... функция будет вызываться при совершении HTTP запроса. Такой вариант, например, подходит для реализации API, или, как я уже сказал, для подтверждения оплаты, для реализации какого-либо вебхука. Я видел, когда брали одну функцию, подключали к ней целый экспресс, или коу, или еще какую-либо библиотеку, и реализовывали полноценные API. Это все можно сделать, в принципе, с помощью одной функции. Есть вариант посложнее использования таких функций, которые запускаются по таймингу. Данный пример запускается каждые 5 минут. Я могу сказать, как мы используем такой вариант. Мы используем его для бэкапов. Мы запускаем такую функцию каждые 24 часа. Мы берем всю нашу базу данных из Firestore, упаковываем ее в архив и загружаем в Storage. Третий вариант. Это как раз тоже показывает, как работает вся экосистема целиком. Здесь функция интегрирована, кооперируется с Firestore, с базой данных. Когда мы получаем какое-то изменение в базе данных, появляется новый документ, или он модифицируется, или удаляется, мы можем вызвать функцию на это действие. В данном примере функция вызывается на событие создания нового документа в коллекции users. Мы в своем проекте используем нечто похожее, но для авторизации. У нас есть функция, которая вызывается при регистрации нового пользователя, и она отправляет нам на T5 Telegram. Мы очень любим наших новых пользователей. Когда кто-то появляется, мы обязательно это празднуем. Опять же, звучит все хорошо. Давайте разберем минусы всей этой архитектуры. Можно вернуться на Medium, и там в свое время была популярна статья. Она называлась «Как мы сожгли 72 тысячи долларов» на тестирование Firebase и чуть не обанкротились. Забегая вперед, скажу, что здесь история будет намного более запутанной, чем в первой статье. И если кратко рассказать случившуюся историю, то небольшая команда также делала стартап и искала решение под свои задачи. Они нашли Firebase и решили просто протестировать. Они еще не были в продакшене. Естественно, они применили все рекомендации Google. Здесь, кстати, надо отдать должное разработчикам Google и Firebase о том, что когда вы что-то делаете платное, Google вам 10 раз предупредит, что эта функция, скорее всего, спишет с вашей карты какие-то деньги. Уверены ли вы, что хотите ей воспользоваться? А когда, если вы проходите обучение, то после обучения вас обязательно попросят отключить ваш платный аккаунт, чтобы с вас случайно не списались деньги. Вообще в Firebase существует два тарифа — бесплатный и с оплатой за использование. Причем, если вы выбираете второй, то совсем не факт, что вы будете что-то платить. С вас будут списываться деньги только за ресурсы, которые превышают лимиты бесплатного тарифа. И вот автор этой статьи как раз выбрал тариф бесплатный в Firebase, а в платном тарифе Google Cloud установил лимит. Максимальный расход за день — 7 долларов. Если расход превышает 7 долларов, то нужно остановить аккаунт. Он написал обычный скрипт Hello World на несколько минут, запустил его и, как он сам пишет, решил немного вздремнуть. Лег на 2 часа поспать. Когда он проснулся, он решил проверить почту, и он сильно удивился. Его аккаунт был приостановлен из-за того, что с его карты не удалось списать платеж за использование Firebase. У него на карте был лимит в 100 долларов. Карта просто отказалась выполнять этот платеж. Он быстро встал с кровати и решил проверить панель биллинга на сайте. Он уже увидел в панели биллинга, когда он дошел до компьютера, задолженность в 5 тысяч долларов. Пока он разбирался, что происходит, пытался понять причину происходящего, а за несколько минут счет увеличился до 15 тысяч долларов. И через пару часов он стал равен 72 тысячи долларов. И тогда аккаунт, в принципе, полностью отключили. В принципе, он просто запустил один скрипт. Один скрипт, чтобы разобраться, как работает Firebase, как работают, в принципе, функции. Я думаю, что вы можете представить себя на этом месте. Вот вы сейчас послушали доклад, вам понравилась технология, вы приходите домой, пишете какой-то скрипт, запускаете его, играетесь. И через пару часов вам приходит счет на 72 тысячи долларов. Я думаю, что каждый из вас будет немного огорчен. В принципе, и автор статьи был тоже сильно огорчен. Что произошло? Здесь произошел ряд факторов, которые привели к тяжелым последствиям. Для начала алгоритм, который тестировался, был некорректен. Чтобы вы понимали, он написал функцию, которая рекурсивно запускает другие функции. Он сделал это через другой инструмент, через Google Run, но теоретически это можно сделать через обычные функции. Вы запускаете функцию, которая рекурсивно запускает другие функции. У него был лимит еще установлен на тысячу функций и 80 параллелизма. То есть он запускает другие тысячи функций, а эти тысячи функций запускают другие тысячи функций. Проблема в алгоритме была в том, что он не написал условия выхода из рекурсии. То есть она продолжалась бесконечно. Вторая проблема, которая случилась, не было установлено ограничение на запуск функции. Если мы говорим про Cloud Run, который он использовал, это сервис Google, там можно было ограничить. Если бы он ограничил не тысячу запусков, а, например, всего двумя, то счет был не 72 тысячи, а всего 144 доллара. Он использовал параметры по умолчанию и поэтому получил такой счет. Третья проблема заключалась в том, что в Firebase был выбран бесплатный тариф, но счет все равно пришел. Это случилось из-за глубокой интеграции Firebase и сервиса в Google. Cloud Run — это все же служба Google Cloud, и при этом она отлично интегрируется в Firestore, баз данных, которую мы рассматривали ранее. Из-за такой глубокой интеграции Google как раз решил, если в Google Cloud все же подключен биллинг и привязана карта, и установлен какой-то лимит, то Google может в Firebase автоматически переключить ваш бесплатный аккаунт на платный. У них такие правила. И поэтому... Но все равно даже это не объясняет, почему при лимите в 7 долларов было потрачено 72 тысячи. Здесь нужно понимать, как работает бюджет, который вы устанавливаете. Он считается, правильно, дневной бюджет. И проблема в том, что статистика использования ресурсов в Google Cloud, а тем более в Firebase, немного задерживается. Вы видите не в реальном времени, вы видите ее задержкой в несколько часов. Поэтому, в принципе, ему не получилось разобраться быстро с проблемой автора статьи и найти причины, почему такое случилось. Он открыл панель Firebase и видит, что ресурсы не превышают лимиты. То есть у него все должно было быть в пределах допустимых нормы. Но реальная статистика еще просто не долетела до панели отображения. Они долетели позже. Дневные лимиты на бюджет работают как раз по статистике, которая приходит с опозданием. Грубо говоря, данный лимит, который вы устанавливаете в Google Cloud, нужно рассматривать как лимит, который отключит ваш аккаунт, если в конце суток ваши растраты превысили эту цифру. И аккаунт не отключился, потому что счет был выставлен за несколько часов. Он потратил 72 тысячи долларов всего за несколько часов. И просто не прошло конец суток, не долетела статистика, которая бы отключила использование этого аккаунта. Ну и последняя проблема. Она на самом деле самая интересная. Google Cloud вам, Firebase, в принципе, не позволит вам потратить больше 100 долларов на аккаунт, если вы не являетесь доверенным лицом. Если вы постоянно входите в кредит, то Firebase вам постепенно его увеличивает. Но если вы новый пользователь, то у вас лимит стоит 100 долларов. Почему лимит не сработал в данной истории, точно никто не может сказать. Скорее всего, это баг у Google. И в Google тоже бывают баги. И поэтому вместо 100 долларов вам прилетел счет в 72 тысячи. В любом случае, совокупность этих проблем привела к тяжелым последствиям. Стартап, на котором в начале его жизни прилетел счет в размере 72 тысячи долларов, думал действительно о банкротстве и о своем закрытии. Поэтому, если вы решите это протестировать, будьте внимательны, прочитайте документацию, посмотрите, как это работает и используйте сначала примеры, которые сам рекомендует Google. Но есть один плюс во всей этой истории. Он показывает мощность инструментов, которые предлагает Firebase. За несколько часов скрипт успел сделать более 116 миллиардов запросов на чтение в базу данных и более 30 миллионов на запись. Суммарное время выполнения всех функций составило 16 тысяч часов. Поэтому предлагаю сказать спасибо автору статьи за то, что он наглядно показал, на что способен Firebase и какие лимиты мы можем использовать. Для примера, у Google Search, у главной страницы Google есть примерно 3-8 миллиона запросов в минуту. Если мы переведем вот этот конфиг запросов в минуту, то здесь получится 9 миллионов запросов. Если ваш стартап вырастет в статистику больше, чем у Google, то вы можете быть уверены, что Firebase ее выдержит. На самом деле у этой истории есть Firebase, есть Happy End. После долгих разбирательств и после долгих переписок с Google, Google выделил этому стартапу грант, который покрыл все расходы. Но есть вероятность, что он выделил грант, потому что темлит этого стартапа работал когда-то в Google. Я думаю, что вам не стоит проверять эту теорию, лучше не доводить до таких ситуаций. Итак, сейчас мы с вами рассмотрели ряд ключевых сервисов Firebase, которые нам позволяют создать работающие приложения. И вот схема того приложения, которое создали мы. Из интересного здесь можно ответить, что у нас нету прямой связи именно с бэкэндом. У нас нету ни одной функции, которая работает по HTTPS. У нас все приложение работает, но оно написано на React, есть библиотеки под Angular и под Vue, не обязательно написано на React. Мы выбрали React, и оно работает полностью на клиенте. Оно может работать как в онлайн-режиме, так и в онлайн. Мы используем Google Function только для каких-либо отправки нотификаций или для создания бэкаба. Хочется еще сказать, что в этом докладе затронут только малая часть Firebase, которая является большой экосистемой. Например, затронут такие темы, как Machine Learning, интеграция с сервисами Google. Например, из коробки вы получаете сразу счетчик в Google Analytics и его подключение. Библиотеку готовых плагинов. В Firebase есть такие плагины, которые как кроп картинок или, например, интеграция с платежной системой Stripe. АБ-тесты. Вы можете создавать несколько посадочных страниц и проверять то, как они работают. Можете менять не всю посадочную страницу, а какую-то ее часть. Также стоит не забывать, что Firebase в первую очередь делается для мобильных устройств, и здесь есть такие функции, как отправка нотификаций в мобильных устройствах. И, в принципе, очень много функций именно для мобильных устройств. Есть SDK для Android, для iOS, для ноды, что мы используем для Python и так далее. То есть у них очень большая экосистема, которую вы, в принципе, можете попробовать использовать уже сами. Напоследок хотелось бы поделиться парой фишек, которые мы для себя открыли в работе с этим инструментом. Как-то однажды подходит ко мне наш ПО и говорит, нам нужно увидеть, сколько пользователей у нас регистрируется в день, ну, с разбивкой по дням. Я попытался объяснить нашему продуктовному, что мы используем базу данных в Firestore, и она рассчитана на фронтендеров. В этой базе нет возможности писать сложные запросы, нет возможности даже написать отрицание, то есть нот. Это очень простая база данных, но она работает на клиенте и на фронте, и отлично подходит для обычных фронтовых задач. К сожалению, мои аргументы ПО не принял, и график пришлось строить. Для этого есть стандартный плагин в Firebase, который позволяет ваши данные в Firestore интегрировать в BigQuery. BigQuery — это уже база данных, к которой привыкли старожилы. Здесь можно писать SQL-запросы, здесь есть LiveJoin, Union и так далее. Вы здесь можете написать полноценный запрос. Суть в том, что это официальный плагин Google, и если вы его просто подключаете, пара и нажатия кнопок, все данные из вашей базы данных в Firestore полностью синхронизируются с BigQuery и подтягиваются автоматически. Если у вас появилась новая запись, или она модифицировалась в вашей базе данных, то она также быстро прилетает в новую базу данных. Задача была решена. Дальше. Вторая фишка, наверное, последняя, которую я хотел бы поделиться. Суть в том, что если вы отказываетесь от бэкэнда, это не означает, что у вас становятся логики меньше на фронте. Это, наоборот, означает, что у вас становится очень много логики на фронтенде. Это наши цифры. Наш бандл вместе с чанками, вместе со всем весит 23 мегабайта сейчас. Но это без сжатия. Весь код, который мы написали на фронтенде, занимает 209 мегабайт. А если мы говорим про NodeModules, все, наверное, помнят, мы с черной дырой и NodeModules, то вес проекта становится больше 10 гигабайт. Все это добро нужно как-то систематизировать. Мы выбрали для этого Learn. Мы используем Monorep. У нас 37. Мы используем модульную архитектуру. Мы используем разные пакеты и 4 сервиса. В сумме у нас почти 2000 файлов. Если мы говорим о том, как это выглядит, то примерно вот так. У нас есть пакеты, которые не зависят от друг друга, но они могут подключать друг друга. Они версионируются с помощью NPM. Все это делает Learn. И при необходимости они могут подключаться в различные сервисы. Сервисов у нас немного. Это домашняя страница, сам конструктор, админка. Конструктор написан на React и использует библиотеки Firebase для React. Админка написана на Angular. И использует библиотеки для Angular. Есть опубликованные сайты, как раз бэкэнд наш, облачные функции и тесты. Если вы хотите отказаться от бэкэнда, лучше вам сразу подумать о том, как вы будете организовать файловую структуру. Файлов будет много, больше, чем вы думаете. Поэтому лучше сразу подумать про типы. Мы используем или Facebook Flow, или TypeScript. Примерно 50 на 50 процентов. Про то, как вы будете разделять модульную структуру. Если это не сделать сначала, то получится такой клубок всяких зависимостей, которые потом будет очень трудно разрулить. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое Роману. Сейчас у нас будет небольшая секция вопросов-ответов, но я бы хотел сразу вручить Роману нашу благодарность за участие в конференции. Пожалуйста, спасибо большое. У нас пришло достаточно много вопросов, и попробуем на некоторые из них ответить. Не обещаю, что это будут все. И автор лучшего вопроса, по твоему мнению, получит книгу. Поэтому постарайся запомнить тот, который тебе больше всего понравится. Я вообще в начале доклада вспомнил про Firebase, который года 4-5 лет назад пытался себе поставить, подумал, ну, восстановлю свой аккаунт. Потом услышал историю про 72 тысячи, удалил страницу, почистил куки, надеясь, ничего не произошло. Вот. Но история, конечно, страшная. Я представляю себе эмоции этого разработчика. Видимо, они и вылились в эту статью. Да. Отлично. И первый вопрос, наверное, несколько, он был задан до того, как рассказана история, но тем не менее. Владислав спрашивает, как вы защищаете Firestore от вредителей, которые пытаются перегрузить хранилище? Они могут достаточно просто слать бесполезную нагрузку, и за это платите вы. Ведь чтение, запись, хранение платные. Мы даем доступ к записи в базе данных только зарегистрированным пользователям. Без авторизации у нас нету доступа к базе данных. А если это зарегистрированный пользователь, если наш пользователь, то мы как бы несем за него ответственность. У Firestore очень низкие лимиты по стоимости, и, в принципе, нам это обходится очень дешево даже сейчас. Там была цифра за первый месяц траты, но сейчас мы, в принципе, тратим даже за несколько десятков тысяч зарегистрированных пользователей меньше 5000 рублей. Большая часть идет как раз на BigQuery. Мы не подключили кэширование, он забирает кучу ресурсов. Если вы собираетесь давать доступ данных для незарегистрированных пользователей, то лучше использовать какое-либо кэширование. Опять же, статей на том же хабри очень много. Да, я понял. Вопрос достаточно актуальный в наше время. Что с безопасностью и законом о хранении данных в Российской Федерации? Относите ли это к вашему стартапу? Мы закон о хранении российских данных решили просто. Мы зарегистрировали компанию на Кипре. Понятно. Да, я слышал, такие решения тоже встречаются. Имеет ли смысл, спрашивает Александр, имеет ли смысл переводить приложение с бэкэндом на серверлес или же это приемлемо только для новых проектов, то есть для упрощения разработки? Это не подходит ко всем проектам. Если у вас есть большая нагрузка на фронтенде, то можно попробовать эту архитектуру. Есть проекты, в которых много бэкэнд-разработки. Это, например, какие-то функции, которые запускаются по промежутку времени. Их, к сожалению, не получится привести на эту архитектуру. Поэтому старые проекты я бы не переводил, а для новых я бы попробовал. Супер. И если мы все-таки решили переводить на новые, наш новый проект использует Firebase, то вот Павел как раз спрашивает, есть ли какие-то тонкости при проектировании базы данных Firestore? Бест практик как таковых нет. Опять же, я повторю, наше решение сделать одну коллекцию, это очень больно было. Я думаю, что если мой преподаватель в университете узнал, что я так делаю, он бы мне сломал руки. Но мы применили это решение, и оно сработало. Поэтому сейчас, в принципе, только тестировать и экспериментировать. И подобрать решение, которое именно поможет вам. Так, у Алексея вопрос. Многие стандартные кейсы в Firestore решены. А что, если нам нужно выйти за рамки стандартных кейсов? С какими сложностями мы столкнемся? Ну, ты вспомнил, наверное, один из них, это когда нужны какие-то сложные вопросы. Может, есть еще какой-нибудь такой понятный, несложный пример? Здесь стоит не забывать о том, что Firebase настройка над Google Cloud. Если у нас есть какой-то нерешаемый кейс, мы можем использовать все решения от Google, а их очень много. Возможно, также кто работал с Амазоном или с Microsoft, они понимают. Поэтому нерешаемых кейсов но я не видел. Ну да, если что, есть BigQuery. Да. Это правильно. Александр спрашивает, такой провокационный вопрос, не займет ли дебаггинг такой модульной системы дольше, чем написание бэкэнда? Наоборот, нет. Здесь уже у нас чистые функции. Они у нас маленькие и легко тестируются. Я вообще предлагаю разработку через написание тестов, то есть TDD, BDD подход. Это, наверное, мой бэкэнд на Ruby сказывается о том, что сначала предлагают написать тест, потом функционал. И в JavaScript, когда я пришел, я, в принципе, также пытался написать тест, потом функционал. Здесь облачные функции очень легко тестируются и отслаживаются. Они намного проще, чем стандартный монолит. И в эту тему, Алексей, вопрос, как в Firebase обстоят дела с автоматическим тестированием? Хорошо. Наверное, хорошо. Наверное. Окей. Керим спрашивает, расскажи подробнее, как работает коллаборация Firebase. Какие данные и в каком формате передаются между клиентами? Можно писать запрос на любые данные в базе данных. То есть мы пишем или какие-то поля совпадают, или всю коллекцию. Если что-то из этой коллекции изменилось, или какой-то документ, нам прилетают изменения. В принципе, это выглядело… Ну, у нас есть админка на Angular и основной проект на React. Если мы в админке добавляем какие-то данные, например, категории новых шаблонов, они моментально прилетают ко всем клиентам. Мы добавили только категорию, она у всех добавилась. Это, в принципе, круто. И полная синхронизация баз данных. Здесь нет никаких ограничений. Понятно. Алексей спрашивает, что с SSR? Как будет работать серверный рендеринг с динамическими данными? Через Cloud Functions или какой-то другой механизм? Вот эта функция недавно появилась в Firebase хостинге. Они говорят, что можно полностью загружать динамический контент. Я, если честно, ее не пробовал, но когда я готовил доклад, я как раз не увидел. По заявлению Firebase это все работает. То есть можете как раз и SSR, и Hydrate все это использовать. Алексей спрашивает, как реализовать версионность? Если в следующей версии приложения мы хотим использовать другую структуру базы данных, хранилища, делаем новую базу и хранилище, и перезаливаем туда данные? Или какие-то миграции? Это сложный вопрос. Мы тоже к нему подходили. Все есть проекты, но мы смотрели, как это сделано у конкурентов. У них решено просто. Они отказались от обратной совместимости. Скорее всего, мы также будем делать… Мы создали новый проект Firebase, где нет обратной совместимости, и переходим на него. Новый пользователь получает новый функционал. У старых пользователей остается старый функционал. Если нам нужно старым пользователям дать новый функционал, то мы пишем скрипт миграции. Примерно так. Такой вот вопрос. Что делать с рисками, что все завязано на одну платформу? Вдруг завтра поменяются условия, цены? Отличный вопрос. К нам приходил Сбербанк, предлагал дружить. И у Сбербанка есть требования. Все должно быть развернуто на российских серверах. И как раз мы изучали вопрос. На российском сервере нет решения именно базы данных. Если мы говорим про какие-нибудь облачные функции, то Яндекс, Сбер, Клауд – это, в принципе, все предлагают. Но если мы говорим про базу данных, которая работает и на клиенте, и на сервере, такого решения нет. Но можно загуглить Open Source Firestore, и есть решения, которые предлагают похожие подходы. Можно поднять сервер, развернуть там подобие Firestore и продать Сбербанку. Здорово. Спасибо. Я думаю, это все вопросы, которые мы ответим со сцены. Мы пригласим Романа в зону цифровых кулуаров, и там вы можете спросить вопросы, если они не попали в эту выборку. Плюс там же можно пообщаться с нашими онлайн-зрителями. Продолжение следует...